Зона напряжения вокруг границ союзного государства. Усиление военного контингента создает критическую ситуацию на наших рубежах и, похоже, маневры наших соседей постепенно сжимают кольцо военной нестабильности. В лагере на белорусско-польской границе мигрантов немногим более двух тысяч человек. В Италию с начала текущего года морским путем через Средиземное море проникли более 54 тысяч. И 24 тысячи беженцев переправились через пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию. Но разве там усиливались натовские группировки? Итак, Варшава, якобы обороняясь от мигрантов, разместила вооруженную группировку. Это армейские военнослужащие, им выдана бронетехника, артиллерия, есть поддержка авиации. Польских партнеров обещали поддержать в Берлине. В пятницу 12 ноября немецкие подразделения вооруженных сил были замечены в Польше. Железнодорожные состав, загруженный военной техникой, засветился на станции в районе польского Ольштина. В составе колонны идентифицировали самоходную артиллерийскую установку, бронетранспортеры и большое количество вспомогательной военной техники, тягачей, заряжающих машин и так далее. И техника явно не оборонительная в 60 километрах от наших границ. Стоит ли напоминать, когда и как в последний раз движение боевой немецкой техники двигалось на восток. И, конечно, чтобы граница точно была на замке, Варшава привлекает и британских военных, по крайней мере, инженерные войска. Голнокомандующим вооруженными силами Республики Беларусь поставлена задача на комплексное отслеживание ситуации по периметру границы Республики Беларусь. В рамках выполнения поставленной задачи мы детально изучаем обстановку на земле и в воздухе. Задействованы силы и средства радиотехнической, радиоэлектронной, радиолокационной разведки и ряд других составляющих для комплексной оценки и анализа обстановки. Как мы уже заявляли и констатируем как факт, что та военная активность, которая развязана нашими соседями в непосредственной близости наших границ по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом. Мы отмечаем активизацию военной деятельности на Гродненском направлении. Вблизи государственной границы Республики Беларусь на ее западных рубежах создана группировка численностью свыше 15 тысяч человек. Данная группировка включает в себя подразделения и органы управления от двух бригад территориальной обороны, Кроме того, отмечено развертывание сил и средств состава 16 механизированной дивизии вооруженных сил Польши в районе населенного пункта Кузница. Также задействованы средства противовоздушной обороны, развернута группировка сил и средств сил специальных операций. Подготовлена база для наращивания группировки на данном направлении. Мы отмечаем, что с этой целью развернуто 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники. Также отмечена военная активность на белорусско-литовском направлении. Взаимодействие по линии разведывательных органов с Российской Федерацией подтверждает наши выводы. В игру включилась Украина. Намерение на фоне миграционного кризиса перебросить 8,5 тысяч силовиков и военных, и полиции, и 15 вертолетов. На литовско-белорусской границе также военные силы. Создается такое впечатление, что наши соседи на Западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем, связанных с отношениями внутри Евросоюза, готовы развязать конфликт, который хотят втянуть Европу. В этой связи хотелось бы предостеречь горячие головы, не переоценивать свои возможности. Язык ультиматумов, угроз и шантажа неприемлем. Вооруженные силы Республики Беларусь готовы ответить жестко на любые выпады. Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником Российской Федерации. Мы готовы защитить рубежи союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию. Ответные действия союзного государства носят соразмерный характер и направлены на то, чтобы не допускать дальнейшего нагнетания обстановки. При этом мы открыты к диалогу. Что же касается опасений, основания для беспокойства у нас действительно есть. Вдоль границы существует 15-километровая зона, в которую авиация залетать не должна. Но за последний месяц в эту зону у нашей границы залетала авиация более 100 раз. Интенсивность воздушной разведки стран НАТО растет. И вооруженные силы нашей страны нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны. Стратегическая авиация России будет проводить здесь полеты на регулярной основе на западном и северо-западном направлениях союзного государства. Тем временем Минобороны России вот уже несколько дней внимательно следит и отслеживает военную активность НАТО в Черном море. Согласно официальным данным Североатлантического альянса, в грандиозных учениях в Черном море 40 боевых кораблей. Это немалые ракетные крейсеры. С флагмана Маунти Уитния можно руководить всем американским 6-м флотом. На эсминце Портер – крылатые ракеты «Тамагавк». Альянс привлек к учениям самолеты радиолокационной разведки и привел в боеготовность болгарскую и румынскую береговую дальнобойную артиллерию. Также используется авиация, в том числе стратегическая. У них на борту боевое стратегическое оружие. На самом деле все это происходит вокруг всех наших границ – и северных, и восточных, ну и, соответственно, западных и Черного моря. Существует определенная стратегическая линия, которую США проводят уже на протяжении длительного времени. Черное море является одним из таких важных факторов. Там находится большое количество стран, соответствующих НАТО и участников НАТО. Поэтому эту ситуацию надо рассматривать не с точки зрения НАТО, а с точки зрения Соединенных Штатов. Это их политика. Все остальные просто следуют в элеваторе их приказа. И если к искусственно созданному американским сателлитам Польши кризису на границе прибавить накал в Черном море, становится понятно, откуда растут ноги. А миграционный кризис – лишь винтик выдущий глобальной шахматной партии. И не стоит забывать, если на стене висит ружье, в конце концов оно может выстрелить. Екатерина Тихомирова в главном эфире.